Всем привет, мои дорогие! Я рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Лайв. И у нас с вами небольшая рубрика по комментариям. Ну и, конечно же, комментарии мы с вами обсудим, которые написаны на моём канале, моими зрителями и моими подписчиками. Ну что, ребят, поехали! Оля, вас не удивила распаковка? Освежитель 2, ферри 2, масло 2, макароны 4, молоко 2, уралки селёдка 1, килька 1, мойва 1, кефир 1, сахар 1. Всё на две семьи. Последнее время она практически не готовит. Видимо, в новой квартире живёт его семья. Сами готовят себе. Вот он туда её и не пускает. Если квартира общая, то там можно сколько видео наснимать. Но ей туда дорога закрыта. Уже дохода такого не будет с канала. Просто тянут резину. Кур убрали, тандыр забросили. Видимо, конец сериалу. Ну и зачитаю ответ. Часто на четвёртой базе вкусняшки сафар берёт по две штуки. Да, ребят, я это заметила. Кстати, по поводу, помните, того сервиза, который покупал сафар вместе с уралкой якобы себе. И сервиза мы того не видели в пользовании. Мы его не видели после того, как они его купили. И я заметила, ребят, что распаковка какая-то странная была. Причём, да, я пересмотрела этот момент, когда всё на столе лежало. И вот, ну прям очень заметно, что вот эта вот затарка на две семьи. Да, ребят, тандыр уже не интересует. Уже как-то, знаете, и шашлыки особо не жарятся на даче. Уже хлебают суп. Настроения у уралки вообще нет. И мы видим каждый день её без настроения. Если раньше она там, знаете, пыталась шутить там и шутить просто так, теперь эти её даже шутки, они больше приближённые, чтобы мне что-то доказать. Чтобы доказать мне, повторить за мной. И как только я начала с мужем выкладывать влоги, ну пусть не так часто, но всё равно, да, показала мужа детей. И при этом я повторяю, вы уж меня простите, но я для своих зрителей говорю, а не для кого-то там, кто забежал и начинает мне написывать всякую ерунду. Тот момент, который я выложила, да, где муж меня поцеловал, вот с того влога, который ещё даже не видели на ютубе, я уже увидела, как уралка постоянно тянулась и пыталась приблизиться к сафару, но отворот и поворот получала. Ей так хотелось, ей так хотелось повторить, ну хотя бы приблизиться к нему. Но, увы, ей это не светило и не светит. Даже сейчас заметно, что вот уже она, видать, и сафару приказала, когда снимали они в парке этом, да, и на лавке сидели. Так хотелось показать и доказать, что у них всё то же самое. Нет, ребят, ничего у них не получится доказать. Это в наших семьях это нормальное явление. Обнять друг друга, прижаться друг к другу, поцеловать друг друга. Ну, потому что у нас это считается нормой и даже прилюдно. И ничего такого не произойдёт. Ничего сверхъестественного не случится. Мы семьи, мы муж, жена. И что здесь такого, правда же? Ну, а здесь мы понимаем, что нет, это якобы на публике нельзя с их стороны, то есть со стороны сафара. Ну, знаете, на публике нельзя, то есть это, знаете, может быть и нельзя. Но в случае с сафаром это просто такая, скажем так, отмазка, чтобы только не приближаться слишком близко к уралочке. Ну и дальше, ребят, очень интересный комментарий. Помните серёжки, которые сафар в Таджикистан отправлял в подарок дочери? Каким образом они у старшей дочки Ирки? И ответы, да ладно, где посмотреть? Я, конечно же, не знаю, где посмотреть, и действительно это так или нет, но я с удовольствием посмотрю сама. А если кто-то видел и может реально сравнить те серёжки, и в каком видеоролике уралка их засветила, хотя вы знаете, на самом деле хочу сказать, что сейчас начнут всё вырезать, всё вычекивать. Как только вишенка что-то скажет или у вишенки кто-то напишет, сразу зачистка начинается, как ещё уралка сказала. Что значит? Вот, сафар комментарий читает и в баньку там некоторых отправляет. То есть для неё за счастье, что на её канале срач, и сафар сидит и блокирует людей. То есть это получается счастье. Ну, простите, мне кажется, это позор, когда на канале в бан отправляют столько людей. Помнится, мне сафар говорил, сколько там тысяч он отправил в бан. Ну, разве скажите, на каналах, которые популярны и которые интересны людям, столько людей блокируют? Конечно же нет. А здесь уже совсем не удивляет такая ситуация. Ну и дальше. Ещё в магазине всё взвешивал сафар дыню, а на распаковке продуктов её не было. Жене, наверное, оставил. Ну, ответ, может, в машине оставил. На даче съедят, чтобы корки курам отдать сразу. Ну, кто его знает, ребят? Там уже ничего не понятно. Что жене, что второй жене, кто у них там главное, я не знаю. Может, Уралка главная, потому что она главная добытчица. Дальше, ребят. Фокси написала. Оля и девочки, доброй ночи. Какая мерзость у Уралки в комментариях. Гуля Дукинбаева пишет. Какой мужчина сафар и квартиру, и машину заработал. А русский Иван только бухал бы в это время. Сегодня в торговом центре Уралка говорит. Сафарчик комментарии читает и в баньку отправляет. Этот комментарий он не удалил. Кстати, сегодня в Екатеринбурге, в торгово-развлекательном центре, одни таджики. Женщины с детьми. Жуть какая-то. Ну, и я спросила у Фокси, где он написал. И написал он под сегодняшним, вернее, уже вчерашним видеороликом, под комментарием бабушки, которая креветки не может себе позволить. Там было восемь ответов, сейчас половины нет. Он за нами прямо по пятам шагает. Уже удалил. Представьте, ребят, сидит он, не комментарии читает, ребят. Ну, вернее, комментарии читает только, я хочу сказать, не на своём канале, а у меня на канале. Всё читает, всё смотрит, абсолютно всё. И вы же понимаете, это подтверждение тому, что, помните, он сказал на мукбанге, а одна из них влоги снимает, и позор! Говорит, эти влоги никто не смотрит, типа, а на нас обзоры больше смотрят. Это, представьте, я тогда как раз и говорила, что это вот, скажите, чтобы мужчина мерялся с женщиной. Это как низко надо упасть, чтобы до такого дойти. Ну, хотя, что здесь удивительного? Я повторюсь, я уже абсолютно ничему не удивляюсь. Кстати, вы знаете, я зашла на канал Уралочки в Ютубе, чтобы поискать комментарии, да, которые мне указала Фокси, и почитала комментарии. Вы знаете, всё больше и больше негативных комментариев. Всё больше и больше пишут Уралочки, что выглядит она безобразно, что вот Сафар только о себе думает, а о ней нет, и шмотки покупает по четыре тысячи, брюки. Ребят, это очень заметно. На Дзене тоже, когда я заходила, я, ребят, заметила, что на Дзене очень много удалённых комментариев, очень много. Хотя, вы знаете, я сама не люблю, когда пишут оскорбления, но более того, если оскорбляют моих зрителей, вот тогда у меня терпелка лопает. Но мне очень интересно оставлять комментарии, потому что я вижу, что мои зрители реагируют на такие комментарии. И бывает, пишут мне, что, Оля, не удаляй, а оставляй. Поэтому некоторые комментарии я и оставляю. Да и вообще, вы знаете, я зачастую даже всяческие там и оскорбления в свою сторону пропускаю. Вот может быть, раньше, когда только я ещё начинала обозревать, и ещё только доброе дело. А сейчас вот они никаким образом меня просто не касаются. Абсолютно никаким образом. А вот мы видим с вами, что как раз-таки наших подопечных, наших с вами, очень трогают комментарии, потому что что не день, то отчёт. И даже это, скажем так, не очень-то касаемо и Уралочки. А это просто касается всех, по-моему, кого я обозреваю. Что же они так пытаются отчитаться каждый раз? Но единственное, о чём Уралочка что-то не хочет отчитываться, это по поводу Абдугани. По поводу класса, в который он якобы прошёл. Да, и это кадетский класс. Ну, подождём, ребят, уж до первого сентября, тут уже совсем мало осталось. И уже будем знать, в какой класс пошёл этот мальчик. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.